здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор которого вы все давно ждали и просили но у меня все руки не доходили а сейчас наконец-то аллилуйя они дошли а значит разбор гульнары насырбековой которая выступила свидетелем по делу бешимбаева именно она написала сообщение кстати ты пахнешь розами что конечно же многих из вас возмутило и она дала ну довольно правдоподобное объяснение и на первый взгляд в общем-то мог можно поверить но знаете я естественно не довольствуюсь тем что вижу на поверхности и я нашла 10 подтверждений того что гульнар гульнара насырбекова нам очень во многих вещах врет значит эти десять доказательств мы с вами пройдем я постараюсь быть максимально объективной потому что дело очень серьезное и лишний раз я буду стараться не ввязывать человека который ну как бы вообще не имеет никакого отношения до к делу я постараюсь быть максимально объективной в это я вам точно обещаю но начнем мы с вами разбор с того что я вам хочу показать эмблематические не только оговорки но и подтверждение жесты эмблемы и иллюстраторы туда же но эмблемы скорее всего вот это те жесты которые ну вот именно эмблемы да вот когда мы говорим дату мы киваем головой да а если мы говорим нет то мы качаем головой нет эмблематические оговорки когда человек говорит утвердительные вещи но качает головой нет или наоборот когда он говорит отрицательную вещь но качает как да и вот это часто в силу привычек люди используют противоположные знаки в этом смысле и вообще в некоторых культурах ну вот знак да он вот так вот обозначается это кажется в болгарии до знак нет вот так или но ну то есть вот в разных культурах это воспринимается по-разному и поэтому вот эта путаница она часто приводит к тому что ну вот я своей работе стараюсь этому жесту не придавать много значения но вот в данном случае мы имеем дело с человеком который работает с телом дело очень хорошо развита и она как бы уже знаете стала ну в какой-то степени самостоятельной личностью она очень чутко реагирует на вот эти все сигналы она знает для себя правду и она как знаете сурда переводчик все транслирует и здесь вот очень четко вот прослеживать вот эти эмблемы эмблемы этого тела да будет ну очень интересно потому что сначала мы с вами увидим примеры того что тело подтверждает слова а потом мы с вами вот в этом же ролике увидим как постепенно тело опровергает слова давайте смотреть как это происходит сейчас показывал вам кухню общий зал проводила экскурсию по ресторану нет смотрите сначала нет а потом в конце и здесь есть объяснение и она нам сейчас это объяснит понимаете вот я для того чтобы мы с вами как бы базовую линию поведения в ее эмблемах до выяснили и в то же время вот смотрите как четко есть да и странно об под Commissioner basically начинаем делает это сочи по-нас дуэ STRGKY это Basketball своего тела все рассказывает вот знаете тут шпион который все рассказывает вообще все пушью по ресторан мы когда приехал лагере то есть сначала он ей не показал и она это показала телом А потом, когда приехала подруга, он показал, мы посидели, чай попили, она попила чай, мы так поговорили как раз о гольфе, и потом он сказал, к нам должен был приехать друг один из Ташкента, и она говорит, у вас здесь ВИП, хороший ресторан такой, я слышала, она сказала. Он просто нас провел напротив ВИП, он показал, сказал, приходите, мы всегда рады будем вас видеть всех. Другие ВИП-кабинки вы не заходили? Нет, не заходили. Ваша подруга Айгера? Смотрите, как она сразу же сказала нет, не заходили, но здесь я, знаете, я обещала быть объективной, поэтому здесь я все-таки встану на ее сторону в этом смысле, и мы прекрасно понимаем, что показания она дает сейчас, то есть уже прошло время, уже информационный поток до нее дошел, да, то есть она узнала, что там произошло, даже если она в этом не участвовала, но она об этом узнала, и поэтому она сейчас, вот у нее просто в голове происходит непонятно что, да, попробуйте поставить себя на ее место, и, ну, понять, да, вот, что сейчас между молотом и наковальней человек попал, да, и она прекрасно понимает, что в соседней кабинке что-то происходит, ну, что происходило, она прекрасно тоже понимает, и, соответственно, вот такая вот реакция, она сразу же от этого, как бы, нет, я туда не заходила, то есть это, это сейчас, вот это объяснимо, поэтому здесь я вот к ней претензий не имею, и даже этот страх, и все остальное, и то, что она сразу, это и сразу и тело пошло, то есть тут, тут я и верю, и понимаю. Идем дальше, по поводу подруги интересная реакция. Вам известно, у нее имеется медицинское или какое-либо образование? Смотрите, по поводу подруги очень сильно нервничает, и здесь я тоже нашла для себя объяснение, вот, сейчас она нам все скажет, но, смотрите, реакция, да, поджимает рот, облизывает напряженные губы, подбородок зажимает, челюсть подняла, вот, вот, челюсть подняла, это значит, что про подругу что-то такая, ну, то есть это для нее сила, да, то есть это признак силы, ее подруга это сила, но выпила воды, то есть волнуется, вот это сила, которую она не хочет афишировать, вот так вот я бы обозначила подругу, давайте смотреть, почему это так. Видите, вот какая реакция. Тоже выпью пока. Нет, она юрист. Видите, и говорит нет, и качает головой нет, и замирает. Никого нет. Говорит, она юрист, и вот здесь вот я нашла объяснение, почему она так гладенько вот эту всю версию нам выдала, потому что ее хорошо проконсультировал юрист, ей хорошо, ну, вот, объяснили, как и где надо себя вести, и вот, и то, что она так эмоционально рассказала нам эту историю про сообщение, это вот все хорошо заготовленное выступление. Поэтому здесь вот я для себя поняла, что здесь хороший юрист, да, помог ей, ну, и, в общем-то, юристы, они хорошо разбираются тоже в невербальном поведении, я это прекрасно понимаю. У меня даже был случай, когда в суде, ну, вот, как-то я говорила не совсем, ну, скажем так, ну, часть правды, и судья сидела и передо мной демонстративно чесала свою руку, ну, то есть показывала мне, что я тебе не верю, мое тело чувствует, что ты врешь, вот, то есть в суде там вот эти вот все вещи, они очень четко чувствуются. Да, идем дальше. А вы слышали храп, либо хрип какой-то? Вот здесь мне не хватило ее лица, вот, хотелось бы посмотреть на ее лицо вот в этот момент, но ладно, ничего, мы и так много чего увидим. Ничего не слышала. Не слышали. Ну, очень неуверенно она отвечает, ну, ладно. По ним было. Нет. А запах на шатыря не чуяли? Вспомните, пожалуйста. А вот здесь смотрите, по поводу запаха на шатыря, она изо всех сил вспоминает. Смотрите, она, ну, во-первых, смотрит не только вверх, а еще вниз. Кроме того, берет паузу и так как бы растягивает слова, при этом раздумывая, да, вот раздумывая, не с точки зрения, она не зажимается, она как бы пытается вот в это вникнуть, да, и вспомнить. Вот здесь вот как раз вот ее момент вспоминания, воспоминаний, да, она пытается действительно вспоминать. И в принципе, вот если запах должен был быть, то я думаю, что в данном случае то, что она не может, она реально это не может вспомнить, а потом, скорее всего, либо потому что, ну, я думаю, что, либо она, я не знаю, хотя она не могла не принюхиваться, не почувствовать, скорее всего, какая-то информация ее просто выбила тогда из колеи, и ей было не до этого. Вот, то есть какая-то более мощная, ну, информационная какая-то подавляющая, ну, какое-то обстоятельство ее просто выбило из привычного потока вот осязания, да, принюхивания и так далее. То есть вот что-то, что-то могло ее отвлечь, вот, проще говоря, вот так вот. В 15.30? Нет, не слышала запаха. Такого? Вы сказали, что Бешмбаев в три раза примерно выходил. Да. Ну, похож был он на человека, который осознавал, что совершил убийство. Ну, по внешнему виду, по поведению. А как это в поведении должно было? Ну, вообще. Совершил что-то такое-то, и вот себя ведет так. Так. Знаете, вообще, у адвоката конкурс на глупые вопросы, я считаю, что он выиграл. Ну, такой вопрос задавать, ну, а как вот действительно должен выглядеть человек, который, ну, совершил убийство, да, ну, это понятно, что он мог выглядеть как-то по-другому, да, но судя вообще, вот, если, кстати, поверить ее версии, да, что они говорили там чуть ли не о погоде, да, о турнирах, о детях, там, о всякой такой ерунде, ну, во что я, естественно, не особо верю, но, вот, знаете, здесь вот как раз очень сильно хочу напомнить вам вот эту самую Наталью Грейс, которая целый ролик с родителями выпустила, да, и она утверждает, что он был в состоянии эффекта, да. Да какое состояние эффекта, если он потом, получается, ну, тут же начинает разговаривать о детях и так далее. То есть тут хотя бы с версиями как-то вот сопоставьте все одно к другому, потому что один свидетель говорит о том, что он совершенно спокоен, да, выглядит прекрасно, а другой говорит, что он в состоянии эффекта. Ну, это совсем не вяжется. Но, тем не менее, смотрите, реакция. Сначала нет, потом небольшой кивок, да, и печаль и замирает. То есть сейчас я все-таки допускаю, что сейчас она просто обладает большим объемом информации, поэтому ее тело сейчас реагирует как и нет, и да, то есть на сегодняшний день она прекрасно понимает, что, ну, вот на момент, когда он с ней общался, он уже совершил это убийство. Поэтому сейчас ее тело, у тела нет полумер, у тела нет удобной правды, у тела есть либо да, либо нет. Поэтому тело по-любому реагирует, тем более ее тело, которое действительно очень четко нам выдает всю правду. Следующий вопрос, защитник. Вот смотрите, сначала, ну вот, да, видите, и кивок, кивок. Запах алкоголя не слышали? Нет. А вот здесь, смотрите, смотрите, она ответила даже не подумав, о чем это говорит, о том, что ответ был заготовлен. То есть запах алкоголя, скорее всего, как раз был, но она сейчас не будет нам этого рассказывать. Это сейчас, ну, как бы не входит в ту версию, которую она нам хочет озвучить. И поэтому так быстро ответила, поэтому она не вспоминает совершенно, да, взгляд вверх, нет попыток вспомнить. То есть помните, когда она вспоминала, она смотрела вверх, она смотрела вниз, она задумывалась, она в задумчивости отвечала, да. А здесь получается, что совершенно наоборот. Она сразу ответила нет, потом напрягает подбородок, прикусывает губы, руки там нервно уберет сейчас. И сначала идет кивок, потом качает нет. То есть, видите, вот, наблюдаем. Одежда на нем. Сначала кивнула, потом нет. То есть, все-таки запах алкоголя, я думаю, что был. Вот здесь вот она прям четенько врет. Там опрятная была или беспорядки была? Обычная одежда была. Видите, опять вспоминает. Вот здесь я и верю, потому что она действительно вспоминает. Но, опять-таки, не всегда надо верить, когда, ну, как бы вспоминает, да, но если она хотя бы вспоминает, по ее телу можно прочитать, понимаете. Вот она вспомнила, и она телом выдала. Даже если вербально она выдала совершенно другое, то невербально может проскочить там нужная информация. А вот с запахом алкоголя она просто сразу нет, все, отрезала, да, то есть я не принюхивалась и вообще, и вообще не было, и вообще я не я, лошадь не моя. Кажется, в рубашке, в брюках. Повреждений каких-либо не за... И видите, по поводу одежды она не боится вот глубже заходить, да, то есть эта тема не опасна для нее, поэтому она вспоминает там рубашку, брюки, она вот какие-то вещи, подробности. Человек, который там, ну, находится там, где не опасно, он с удовольствием вспоминает подробности, и для него это даже хорошо, эти подробности проговорить, потому что это, ну, для него спасение, да, что он, он помогает, он этим самым показывает, что я готов помочь, да, и доверия к нему больше, соответственно. Поэтому здесь вот она действительно, это не опасная тема, поэтому, да, я ей здесь верю. Умите ли на нем? На руках, на лице? Нет. И здесь вот хочу обратить ваше внимание, во-первых, действительно, повреждений никаких не было, она и говорит, нет, и качает головой, нет, и она вспоминает реально. И смотрите, здесь версия Бешимбаева, да, в том, что они поссорились, но если они поссорились, то хоть какие-то повреждения салтанат могла на нем оставить, она не могла не сопротивляться, да. А здесь получается, что если на нем нет никаких признаков ее сопротивления, то он ее просто вот хладнокровно убил, вот и все, понимаете. Это даже не было с ее стороны какой-то истерикой, да, вот, ну, любая женщина, ну, вообще любой человек в истерике, да, он, он может вот как-то, ну, либо спровоцировать, ну, там, первый удар на ней, или там что-то вот могла бы, ну, вот, допустим, если поверить, вот, что она там истерила в течение там многих часов, он терпел, он ее пытался успокоить, и человек в истерике мог как-то и спровоцировать, и нанести первый удар, и здесь вот, ну, это бы отразилось на его лице, но драки не было, было просто избиение беззащитного, несопротивляющегося человека, то есть вот здесь вот, ну, судя по показаниям этого свидетеля, и здесь в этой части как раз она говорит правду, я просто, знаете, у меня волосы дыбом еще больше встают от циничности этого человека, понимаете, вот, ну, да, безусловно, она тут много чего и врать, и будет, сейчас мы с вами все эти 10 вещей пройдем, да, все, что она там спрятала и не хочет нам признаваться, мы все это узнаем, увидим, но вот это просто, знаете, я в шоке от циничности этого человека, да. Это, понимаете, он просто мой знакомый, и поэтому мне вообще неинтересно было, я его, ну, не его личная жизнь, честно, не... Супругу его знаете? Нет. А вот здесь пошли эмблематические оговорки. Говорит нет, качает да. Ранее видели его с супругой? Я его вообще не видела никогда с супругой. Ну, и супруг опять кивает, места нет. Но, кстати, здесь вот я все-таки должна сказать, что 50 на 50. Она могла узнать о Салтанат сейчас, да, прошло уже 5 месяцев с момента совершения преступления, и весь интернет наполнен и ее видео, и ее фотографиями, поэтому здесь она могла узнать потом о ней, да, и уже тело знает это, ну, этого человека даже визуально, да, фотографию увидела, значит, я уже знаю. И невзирая на то, что когда это произошло, ну, тело реагирует именно так. И вы видите, почему я вам вот эти вот эмблематические оговорки и подтверждения показываю, что тело не умеет врать, оно говорит всегда правду. И можно, конечно, проконтролировать и все такое, но очень часто идут проколы именно вот по этому каналу информации. Понимаете? То есть она, может быть, она действительно и не знала на тот момент Салтанат, но она сейчас знает, кто такая Салтанат, да, и она сейчас уже дает другую оценку тем событиям. Сейчас она уже, ну, в какой-то степени на сторону осуждающих перешла, вот, относительно Бешимбаева, да, если раньше она там как-то могла колебаться, да, или там быть на его стороне, то сейчас она, узнав всю правду, она сама в шоке, да, и, соответственно, вот такая реакция тела. То есть кивает вместо нет. Идем дальше. Прогу не видела. Я просто когда потом в СМИ уже увидела, что симпатичная девочка, молодая. Чтобы развеять некоторые сомнения, скажите, вообще просил вас Бешимбаев переодеваться в одежду, чужинскую, чужую, и выходить из ресторана под видеозапись. Нет. Хорошо. И смотрите, она не качает головой, нет, первое. Второе, отклонилась, испуг, замерла. То есть это вызывает в ней страх. Кроме того, нет, нет, ну, то есть она не качнула головой, нет. И, знаете, вначале она вот чуть-чуть головой вниз, как бы голова шла на «да», но она сама этого, она как бы вот, знаете, сжалась и не дала своему телу отреагировать. То есть вот здесь вот я все-таки допускаю, что был такой, ну, не знаю, намек или, может, предложение, я не знаю. Но что-то вот с переодеванием, это точно, ну, вот как-то ее коснулось. Не знаю, в каком объеме, но вот эта тема для нее, во-первых, вызывает в ней стресс, а во-вторых, не вызывает вот этого сразу, ну, скажем, вот четкого ответа нет. Понимаете, я не увидела, соответственно, я делаю выводы, что что-то было, что именно, не знаю. Но точно нам этого не скажут. Да, она очень испугана, очень этим испугана. Посмотри. Это была запланированная встреча. Ранее планировали так встречи? С кем? С Бейшимбаевым. Нет. Смотрите, нет, но кивает, да. Это было, вот, я же вам говорю. Единственная запланированная встреча? Да. Единственная. И насчет единственной встречи, это был только лишь первый прокол. Второе, что меня, ну, вот, прям четко, я со стопроцентной уверенностью могу заявить, что это была не единственная встреча. Смотрите, вот по этому фрагменту. Помимо этого, было такое, что где-то еще в каком-то ресторане как-то вот вы встречались? Ну, и первое, что настораживает, слишком большая пауза для ответа об одноклубнике, с которым никогда раньше не встречалась, по ее утверждению, который вообще не вызывает никаких симпатий, да. То есть он ей не нравится, не нравился, никогда, ну, то есть не понравится. То, что она нам пытается, ну, доказать, да, она при каждом удобном случае, вот, показывает и отвращение к нему, и все. То есть вот изо всех сил показывает, что у них вообще ничего не было, и что эта встреча была запланирована один-единственный раз, но при этом так долго думать, это говорит о том, что она, ну, вообще, вот поставьте себя на место человека, который вот действительно, ну, предположим, что это единственная встреча. То, если поступает такой вопрос, то мы со всей уверенностью, со всей горячностью, со всеми эмоциями скажем, да нет, что вы, какие встречи, я вот единственный раз он позвонил, да, я хотела ему продать свой курс там, я, ну, вообще, ну, то есть мы уверены в том, что мы говорим правду, и, соответственно, мы не боимся того, что мы под присягой, мы не боимся того, что нас кто-то где-то видел в другом ресторане, например, да, потому что этого не было, понимаете, и мы готовы за это, вот в этом поклясться, да, но если это было, то почему берется такая пауза? Потому что она вспоминает, а где я могла проколоться, а где-то ведь может найтись свидетель, да, который опровергнет, а я, между прочим, под присягой, я здесь не должна врать, то есть получается, что сейчас она оказалась в такой недвусмысленной ситуации, да, если она сейчас уверенно нам скажет, что не было, а вдруг свидетель есть какой-то, да, который видел, ну, то есть получается, что она не может уверенно сейчас этого сказать, и поэтому она сейчас вот так вот подыскивает ответ, но ответ просто, ну, который забивает все гвозди в ее гроб, она произносит все-таки, ну, при этом смотрите, вот реакцию тела, давайте на ее лицо посмотрим, поджимает подбородок, односторонняя улыбка, презрение, ну, то есть это презрение, да, сжимает губы, скрывает эмоции, опускает глаза, печаль, ну, даже можно сказать вина. Я не помню. Я не помню, ребята, как можно не помнить, была ли встреча с ним, но она может не помнить, видели ли их, вот это она может не помнить, но она не может не помнить саму встречу, понимаете, если она была или не была, ну, то есть получается, а еще такой вариант ответа, да, очень удобен, когда ты под присягой и когда может найтись свидетель, потому что я не помню, а вдруг вот бах и раскрылась, да, правда, и, а, я забыла, да, я же такая, вот, я же уже там взрослый сын, то есть уже там, ну, где-то под полтос ей, наверное, да, ну, вот, то есть, да, я вообще памятью стала страдать, то есть я не помню, очень удачный ответ, такой и обтекаемый, и дающий возможность выкрутиться в случае чего, и вот здесь вот прям четко у них были встречи, либо, ну, как минимум одна встреча, вот сто процентов, может быть, она вот так судорожно вспоминала, потому что, ну, может быть, это была одна встреча, и она сейчас вот вспоминала, кто видел там или где это было, ну, то есть вспоминала обстоятельства, и как лучше ответить, да, можно ли здесь сказать нет, и все-таки приняла решение не говорить нет, да, исходя из всех обстоятельств, поэтому встреча была сто процентов, вот, вот голову на отсечение даю, они встречались раньше, так, идем дальше, ну, что такое, а, а, это я на замедленной, да, видите, как? Ну, вот, смотрите, вы малознакомые люди, вы, это, только одноклубники, ранее никогда в ресторанах. Смотрите, как она уже, вот, да, все тише, тише, жалобней, челюсть ниже, да, да, только одноклубники и сжимает губы, скрывает эмоции, сейчас нервное сглатывание. Не встречались, а. Смотрите, нервное сглатывание, ох, ох, как много она скрывает. Ранее вы кофе, там, не знаю, чай, шампанское, не пили, я так поняла. Нет. Почему именно в этот день, и вот встретились, полтора часа находились вместе, и, по сути-то, ни о чем-то, и разговора-то не было, по сути, если так посмотреть. Это была запланированная встреча. Ох, ох, как она давит на эту запланированную встречу, ох, как тут много всего. Ребят, в общем, встречи были минимум одна. Дальше, следующий фрагмент. Ну, теперь самое интересное. Про «ты пахнешь розами». И здесь я два обстоятельства нашла, которые считаю, что очень серьезные. И, ну, вот для меня лично тоже подтверждают ту версию, что врет, как дышит, а дышит часто. Давайте смотреть. Мы исследовали сотовый телефон Пешимбаевой, там было сообщение от вас. Ой, смотрите, какая реакция. Сжимает губы, подбородок, односторонняя улыбка. У него много этой односторонней улыбки, это презрение, да. И, ну, ладно, бог с ним, не будем сейчас ее какие-то моральные эти рассматривать, да. Отклоняется, испуг. Но, ну, кстати, должна сказать, что блестяще, вот блестяще отыграла вот эту свою роль. Я думаю, что подруга-адвокат ей хорошо помогла, ну, вот прям настроила ее как надо. Эмоции были включены, прям так, как надо. Причем, знаете, вот прям приемчики такие манипулятивные. Прям вау, молодец, хорошо отыграла. Единственное, что мы тоже не лыком шиты. Поэтому, ну, давайте смотреть. Такого характера вы отправляли там в видео, или это картинка была? Нет, это картинка была. И вы говорите, что, кстати, ты пахнешь розами. Что это значит? Это... Мне везет, как утопленнику. Ну, то, что волнуется, сбилось дыхание, это нормально. Сразу, вот это не признак того, что прям все плохо и все такое. Естественная реакция, да, даже если она в этом не виновата, сейчас это действительно вызывает в ней волнение. И, знаете, она очень правильно сказала, что мне везет, как утопленнику в этот день, да. Смотрите, перед нами человек-блогер, да. Соответственно, она прекрасно знает этот прием. Когда мы аудитории говорим о своих волнениях, о своих каких-то переживаниях, мы тем самым становимся ближе к каждому. Понимаете, каждый из нас обладает вот этой особенностью, да. Мы все волнуемся при публичных выступлениях. И вообще, в принципе, страх публичных выступлений, это даже впервые страха смерти. Поэтому нас каждый поймет, да, когда мы признаемся перед аудиторией, что мы волнуемся. Кроме того, то, что, ну, то есть она произвела вербализацию своего волнения, да, признала неловкость ситуации, получила право на волнение, да. И тем самым, смотрите, она, ну, во-первых, перетянула на свою сторону многих, ну, у кого в жизни не происходило каких-то, ну, каких ситуаций, да, ну, дней, да, даже бывает. Выходишь на улицу, и все, вот прям все, ну, получается не так, да. Даже не выходишь, а вот день начался не с той ноги, и все, и пошло все кувырком. Поэтому каждый из нас это переживал, и каждый из нас может, ну, мы обладаем эмпатией, и каждый из нас может понять. Второй момент, это она отвлекла тем самым внимание, да, мы как бы все раз переживались, и сочувствуем, да, и внимание наше ушло на сочувствие. И дальше она выдает нам заготовленную речь, причем очень грамотно выдает, выдает вот с сознанием всех, ну, вот всех вот этих артистических приемов для того, чтобы мы поверили максимально эмоционально. Она прям вот, знаете, сама поверила вот в это, да. И давайте слушать, смотреть. Че, в тот день, это, честно, я просто не знаю. По сути, что... Ко мне пришло... Смотрите, иллюстраторы включают, да, сообщения, показывают, да, то есть вот эта вот эмоциональная вовлеченность, она подкупает очень здорово, понимаете. И здесь вот и веришь. Я на первый, вот первый раз, когда посмотрела, я действительно, ну, вот как-то думаю, ну, действительно, вот прям самый большой пик эмоций был вот на этом объяснении. И я подумала, ну, наверное, да, так и было. Общение, что у меня пропущенный звонок от Бешимбаева. Он у меня записан был. Куандык, у меня Кудаги, Алёна, она у меня записана Кудаги. И здесь у меня первый вопрос, первая несостыковочка. Значит, Куандык, это имя, да. Именем, вот у меня взять, ну, или у любого из вас в телефоне, да, чисто только именем мы мало кого называем. Только самых близких, либо очень редко встречающееся имя, да. Вот только в этом случае мы можем назвать. И то, ну, если имя часто встречающееся, то все-таки как-то обозначаем. Даже самых близких, да, все равно. Ну, ладно, бог с ним, именем назвала. Но скажите мне, кто из Казахстана, это редко встречающееся имя или все-таки средне? Вот я так понимаю, что это средне встречающееся имя, не такое уж прям редкое. Ну, как бы у вас там в Казахстане есть еще Куандыки, кроме него. Да, ну, это вот сродни нашему Богдану что-то, да, вот. Ну, то есть там радость, неожиданная радость, да, вот как-то переводится так. Но, то есть получается, что именем мы называем все-таки самых близких. Это не увязывается с версией того, что в клубе там просто знакомы и прочее, прочее. Да, вот здесь вот такая косвенная, но все-таки, как, знаешь, все-таки осадочек, да, есть, да, что-то не сходится. Кроме того, кудаги по-казахски это сватья сваха мать. Но она же сказала про свою вот эту невестку, на которой ее сын женится скоро, что она ее знает с 12 лет. Я этот фрагмент в следующем поставлю, мы с вами это все услышим. Так вот, получается, это, ну, на сегодняшний день, ну, им лет по 20, да, они женятся, то есть им 20 лет плюс-минус, да. Соответственно, значит, она эту девочку знает уже около 10 лет, и ее мать тоже знает, ну, она не с девочкой же дружила, она дружила с родителями, да, или с матерью. Мать это подруга, вот эта близкая подруга, с которой она общается уже около 10 лет, она назвала кудаги, то есть их общение началось еще там 10 лет назад, когда они еще и не предполагали, что она станет ее кудаги. И вообще, знаете, когда даже телефон меняешь, вот этот список контактов, он переходит. И вот здесь логичнее было бы ее назвать по имени, да, и там дополнительно что-то, нежели какого-то непонятного одноклубника назвать по имени, да. А здесь она назвала статусом, да, человека кудаги, ну и что, ну, как бы вообще, ну, не в тему, не в кассу совершенно. То есть человека, с которым дружит 10 лет, она назвала кудаги, да, то есть статусом, сваха, а какого-то одноклубника по имени, причем без расшифровки, потому что расшифровка там всегда она дополнительно, ну, то есть получается дополнительные какие-то буквы. И здесь уже не перепутаешь, даже вот это ку-ку, ну, в начале слова ку, да, ну, тут на первый взгляд можно поверить, что да. Но если там вот человек просто одноклубник, то хоть какой-то зачаток фамилии надо сделать, потому что куандык, ну, как бы еще одного куандыка в Казахстане, я думаю, что встретить можно. И как бы вот так называть его просто куандык и просто кудаги, ну, совсем не то. А у нее же там еще дети, да, вот, а потом еще будет кудаги, и как потом называть? То есть, ну, совершенно вот эта версия, ну, вот на первый взгляд, да, действительно она подходит, но вот если глубже подумать, то это не подходит, да. Хоть это и не прямое доказательство, это довольно косвенно, но вот это меня настораживает. Второе давайте слушать дальше. Да вы ехали с Бауса и Гири, мы сразу заехали за Бенто тортиком и за цветами. Оно рядом, вот где-то, где вот этот Москва находится. И вот это действительно было. Я думаю, что да, вот потому что много иллюстраторов и так далее. И здесь, я знаете, думаю, что, ну, тут, скорее всего, ее подруга-адвокат ей тоже помогала. Ну, вот и вот эти зажимы по поводу подруги-адвоката. И вообще, в принципе, я думаю, что кто-то ей помогал. Хотя, может, она сама такая умная. Но есть один секрет, как надо говорить ложь. Надо максимально вписывать ложь в правду. И поэтому, скорее всего, вот это все было. Да, они действительно заехали за тортиком, действительно там вот, ну, вот это все было. И поэтому она вписывает ложь в то, что было на самом деле. И поэтому идут вот эти иллюстраторы, поэтому эмоции, так легко она это все рассказывает, да. То есть вот это реально было, но часть туда вписана, вплетено. Мы заехали туда, забрали. Я вот так сфотографировала и написала сообщение и отправила. Я сегодня, когда увидела, я вообще была просто в шоке, что я еще и... Нет, ну, получается, вы хотите сказать, что вы это отправляли не Бешимбаеву? Я вообще это отправила к Худагису. Тут еще вопрос сегодня увидела. Это только сегодня прозвучало в суде, да, что вот либо я не понимаю. Ну, ладно, это ерунда, это я не учитываю. Своей Алене, потому что мы ей взяли этот... Потом у нее есть где-то в сторис, она выставляла, она говорила, спасибо. Мы ехали туда, чтобы ее поздравить в баню с бенто-тортиком и с розами. Нет, а как тогда вы говорите, что вы... Видите, вздох облегчения, сжала губы. То есть она вот это все рассказала, рассказала хорошо, и вот это вздох облегчения, сжала губы, да, все, все, я вам все сказала, все, отстаньте от меня. Вы собирались поздравить ее с... Ну, ладно, вздох облегчения даже учитывать не будем, просто там еще очень интересно, да. Да, 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 да. Ну, видите, да, реакция такая прям сжимает. Там с тортиком, с цветами. Но при этом пишите в таком сообщении, кстати. То есть это понятно, что это не в будущем времени, а то, что что-то было, кстати, ты пахнешь розами. Вот. Что-то вот здесь у вас не сходит с страшными показаниями. Я не знаю, как я вот отправила. Я просто... Алена, она была на ужине, и она тогда сказала, может быть, я ей не подъеду, ну, в смысле, это будет поздно, потому что ее Мираич, Мираича позвала в Сент-Риджес на ужин. И она приехала поздно потом. Она уже приехала часам к десяти, наверное. Ну, вы отправили это сообщение, оно-то до нее не дошло? Да, вот именно. А я еще удивилась, что мы когда пришли, и когда она пришла, она не... ну, в смысле, она как будто первый раз видела вот это все, что мы ей приготовили. Так, сторона обвинения. Какое отношение имеет сообщение по объему обвинения? Объясните суду. Хорошо, уважаемый суд. Замечательно. Вместо прямого ответа о формулировке этого сообщения, она продолжает нам рассказывать то, что мы и так уже поняли. Это говорит о чем? О том, что вот по формулировке она нам не ответила. И, в общем-то, здесь объяснение очень притянуто за уши. Ведь, согласитесь, вот поставьте себя опять на ее место. Да, вот вы, подруги, купили тортик и цветы. Будете вы ей, этой подруге, писать, кстати, ты пахнешь розовым. При чем тут нахрен пахнешь розами? И, кстати, и вообще, вот-вот, ну, вообще никак не вяжется. Ну, я не знаю, в зависимости от вашей фантазии, вы наверняка что-то либо более оригинальное придумаете, либо, там, не знаю, не задерживаясь, тебя вот это ждет. Либо там, ну, какие-то другие слова, да, либо с днем рождения, ну, приезжай. Ну, вот я бы написала, приезжай побыстрее, я тут вот нашла, что, ну, вот как-то по-другому. Ну, при чем тут вообще? Вот текст сообщения, вдумайтесь, он совершенно не подходит. Да, он подходит для того, чтобы вписать в эту версию, но не углубляться, понимаете? Вот версия красивая, и это действительно было, вот они действительно купили цветы, действительно все это было, но сообщение должно быть другим совершенно. И, ну, даже если у нее, там, как-то, есть такие люди, которые пишут сообщения, вот у меня, например, двоюродный брат, он мне как напишет, и я думаю, что он при этом думал. Ну, вообще, вот настолько у него, там, мысли как-то в голове непонятно формируются, что я просто, ну, теряюсь, чтобы расшифровать, что это значит. Но вот я не вижу, чтобы в данном случае человек вот так вот спутанно мыслю. То есть это может написать только человек со спутанными какими-то мыслями, непонятно чего имеющий в виду, ну, как бы, либо ты делай какой-то сюрприз, да, либо как-то вот в соответствии с этим пиши сообщение, да. Но это сообщение только за уши, если притянуть, то оно будет как-то, хоть как-то. Но, ну, как по мне, так вообще текст сообщения, вот формулировка сообщения здесь совершенно не вяжется. А подходит лишь для, вот эта вся версия, она подходит лишь для того, чтобы оправдать сообщение, которое было реально отправлено этому самому Куандыку, да. И там фотография могла быть любая, мы еще к этому подойдем, да, и это все было удалено успешно, да. Ну, то есть вот версия просто для того, чтобы отвлечь внимание. И когда задается прямой вопрос, она опять уходит от ответа, она что-то там про отправку еще, и еще и судья тут, какое отношение это имеет. Да тут как раз надо было копать, тут надо было задавать вопрос, почему именно такое сообщение вот здесь вот не докопали. И я считаю, что это прям вина суда, вот, ну, не нравится мне вот такой подход, да. Почему не углубились в этот вопрос? Да, по поводу Кудаги. Вот я вам обещала, да, с 12 лет ее знаю, давайте послушаем. Скажите, пожалуйста, вы также упомянули о Кудаги Алене, да? Да. Так, это получается у вашей Кудаги есть дочь? Нет, мою Кудаги зовут Алена. Да, у нее... Да, у нее есть дочь Мирач, это моя дочь, ну, вторая. Как понять, вторая дочь? Ну, у меня сын женился на ее дочери, ну, она мне дочь, да, вторая. Невестка ваша? Ну, невестка, ну, для меня дочь, я ее знаю с 12 лет. Скажите, пожалуйста... То есть, понимаете, да, она к этой девочке как к дочери относится, это нормально, да, в семье все хорошо, но она знает давным-давно этого человека и сохранила в телефоне как Кудаги. Ну, это полный бред. Да, значит, следующий фрагмент, вот по поводу памяти телефона, прям, очень интересная реакция, знаете. Прям и по этой реакции тоже много чего можно понять. Давайте смотреть. У вас вообще вот эта переписка, ну, вообще есть переписка, вот то, что вы говорите с Бешимбаевым, сохранилась в телефоне? А, у меня не сохраняется в телефоне переписка. Смотрите, с какой радостью она это проговаривает. И с такой радостью будет говорить только человек, который избавился от улик, да, и, ну, вот, вот, с радостью, что сейчас я вам дам все, да. Ну, то есть, эта радость может быть только у человека виновного. То есть, избавиться от улик радость принесет виновному человеку, а невиновный как раз в этих уликах будет искать свое оправдание. Понимаете, и вот здесь была бы озабоченность, и вот здесь она, конечно, не доиграла. Хорошо сыграла с версией, да, прям блестяще, молодец, браво, пятерку ставлю. Но вот здесь вот она прокололась, понимаете, радоваться будет только тот, кто рад избавлению от улик. Улики спасают невиновного, но закапывают виновного. То есть, вот здесь вот прям все на поверхность выходит. Понимаете, смотрите, сколько радости здесь. Челюсть подняла. Ну, потому что у меня, во-первых, стоит, я чищу всегда телефон. Ну, у меня стоит, как это называется, там функция есть еще такая, когда удаляются сообщения. Автоматически удаляются сообщения. Вот вы говорите, что вы встретились просто как одноклубники, да? Видите, опять напряглась, иллюстраторы, воодушевление исчезло. Вот, видите, да, ну, то есть, радуется от того, что избавилась от улик, от того, что есть такая функция в телефоне, и, ну, вот, вот, все, и концы в воду. Да, ну, то есть, здесь еще один гвоздик себе в гроб забило. Дальше, еще момент по поводу капельницы, тоже меня насторожило. Я не знаю, я думаю, что нет, она не ставила капельницу, но капельницы ставить она умеет. А вот скажите, вы можете ставить капельницу или медицинское образование умеете? Нет. Нет? Нет. Эмблематическая оговорка потом насторожилась, напряглась, да, стоит вот, ну, то есть, умеет ставить, и, не знаю, ну, там, как бы, вот, по всем признакам нет, она не участвовала ни в чем, но все-таки не хочет, не хочет афишировать вот эту информацию. Так, следующий момент по поводу запаха алкоголя. Вот мы помним, да, что мы к этому прикасались, давайте поглубже к этому прикоснемся. Запах алкоголя шел, отбишу моего. Чувствовали запах алкоголя? Ну, он был нормальный. Смотрите, отвращение, голова склоняется к одному плечу, к другому. Ну, то есть, вот, ну, да, да, было, ну, он был нормальный, ну, я не знаю, но он был нормальный. Был запах, был. И сейчас она пытается вот как-то это все вписать в эту версию, да, что она там не принюхивалась, она прекрасно это все почувствовала, потому что она, ну, во-первых, она сама, ну, если и пьет, то мало, да, то, кроме того, она очень чувствует, чувствует вот эти все вещи, и что касается запаха алкоголя, она прям четко его почувствовала. Поэтому, и сейчас... Ну, я не скажу, что... Вопрос запах алкоголя чувствовали? Я не принюхивалась, я не... Опять задумывается, опять ищет оправдание, да, я не принюхивалась, при этом, я не принюхивалась, это значит, что и да, и нет, да, то есть не дает четкого ответа, долго думает перед ответом, она понимает, что она под этим, под присягой, и, соответственно, ей надо поменьше врать, да, то есть вот особенно в том смысле, что там, где ее поймают и привлекут, да, вот здесь она прям четко пытается вот проскочить между струями, да, презрение, отвращение, кивок, да, вместо... Не слышала запаха. Видите? Вот, а кивнула, да. Ну, я не смотрела, там, не обращала внимания на это. Мне вообще он как человек... Запах алкоголя не слышали? Нет. Ну, конечно, полтора часа общалась и ничего не слышала. Ну, сейчас, конечно... Одежда на нем... Конечно, юридически ее ни за что не притянуть, она же не эксперт, она же не брала у него там... Ну, вообще, для того, чтобы определить опьянение, для этого нужно обязательно сделать экспертизу, да, а если экспертизы не было, то хоть там, блин, амбре был, хоть какой, все равно, это сейчас не имеет никакого значения, это только лишь ее оценочное осуждение. Ну, и это оценочное осуждение она дает осторожно, то есть это говорит о том, что запах был, и, ну, как бы, она не хочет этого подтверждать, вот и все. Ну, она могла, как бы, этого не заметить, да, но нет, она его заметила, заметила 100%. Понятное было или беспорядки было? Обычная одежда, он был, кажется, в рубашке, в брюках. Погреждений каких-либо не заметили на нем? Нет. Ну, как, на лице? Нет. Ну, в общем, это уже было, да, ну, то есть, понимаете, да, там, где она думает по-настоящему, она думает, там, где она заготовленный ответ дает, там она заготовленный дает. Следующее, так, ну, теперь вот хочу вам показать два противоречия, противоречия, прям вот конкретных противоречий, прям в процессе того, как она рассказывает, те противоречия, которые, ну, человек, который старается, ну, вот, сказать правду, да, для того, чтобы быть оправданным, человек вот таких противоречий допускать не будет, вот он будет более внимательно следить за тем, что он говорит, что он слышит, поправлять, вот, в случае, если кто-то сказал не так. Вот давайте смотреть внимательно. Первое противоречие. Ну, буквально минут, там, не знаю, сколько посидели, 20, может, еще 15. Во сколько она приехала? Примерно. Ну, после пяти, точно. После пяти? Да, ну, где-то. Как она зашла в ресторан? Он ее встретил, так же, как и меня, наверное, потому что она сказала, что через кухню зашла. А ее он встретил внизу, она рассказывала, я просто, чтобы фрагмент не вставлять, он ее внизу встретил, завел в ресторан, все такое. Ну, машину оставила она на парковке Бау. Скажите, пожалуйста, приглашал ли он вашу подругу Агерин? Потом чай пить, да? Ну, в смысле, подняться туда, в Пау, да? Потому что я сказала, что он знал, что мы едем в баню, и что нам нужно ехать. Я говорю, там Агерин ждет уже нас. Он говорит, ой, пусть она поднимется тоже. Все, она поднялась, и все. Мы поговорили немножко. Вы ее пригласили, или он позвонил к ней? Нет, но у него не было ее номера. Я ей написала, он там, поднимайся, он попросил, чтобы ты зашла. Скажите, а какая необходимость была вообще ее приглашать, если вы собирались уже уезжать? Удерживал ли у вас Бешимбаев? Просил ли остаться еще? Нет, мы просто разговаривали, и мы ему сказали, что нам надо ехать. Ну, то есть, видите, да, в первой версии, это вот в начале и в конце ее показаний, да, сначала она сказала, что он спустился за ней, да, так же, как и за ней. Ну, то есть, спустился и за подругой тоже. А потом она говорит, что она сама поднялась. Ну, то есть, вот это несоответствие, а, ну, вообще, в принципе, как бы, это существенный момент, который, ну, на который человек невиновный сразу бы обратил внимание и еще раз проговорил бы, ну, настоящую версию. А человек, который уже сам запутался во всем, он, какая из этих версий правда, это уже непонятно, да, но, ну, как бы, это первое. И второй момент, по поводу лифта, здесь вот тоже такая прям серьезная штука, которую, ну, вот она, что-то там было, не знаю, что, но она что-то скрывает вот в этом моменте. Скажите, вот вы начали рассказывать про паркинг, когда вы машину поставили, это внутренний паркинг? Да, внутренний. Там, кроме вашей машины, еще какие-то машины стояли? Я не помню. Ну, насколько он свободен был? Так. Наверное, свободен был, потому что мы выехали легко, но я не помню, что там рядом где-то много машин было. Нет, ну, давайте я не сравниваю, как, например, паркинг в каком-то торговом центре. Там машины вообще находились какие-либо еще? Я не помню, но, честно, я не помню. Хорошо, вы сказали насчет лифта, там что-то стояло, где что-то стояло? Вот в дверях лифта. В дверях лифта на этаже, где находился ресторан. Да. Вот вы покинули сам ресторан, как, по лестнице? Да, мы вышли, вот так, там лестница есть вниз, она и ведется в паркинг. Вы не спрашивали Бешимбаева, почему нельзя по лифту спуститься? Он сказал же, что это было технически, что у них... Работает, не работает? Честно, нет. Мы не спрашивали. То есть, получается, что когда еще раз она вспомнила про лифт, она не вспомнила про то, что там в дверях что-то было. И, ну, то есть, получается, что мы просто спустились. Ну, и это говорит о том, что в каком-то случае, да, она сказала неправду. А почему она вот так вот впутается в показаниях? Потому что где-то что-то скрыто, понимаете. И, соответственно, вот с точки зрения лифта там что-то тоже было. Не знаю, не могу утверждать ничего. Ну, то есть, получается, вот это несоответствие, да. Четко рассказывает о том, что в дверях лифта что-то стояло. Оно мешало движению лифта. Соответственно, мы поднялись там по лестнице, да. А когда мы спускались, ну, вот вы спросили, да нет, мы не спросили. Ну, тут уместно было бы сказать, что мы же видели, там стоит что-то, я же говорила, да. Вот, то есть, если бы она контролировала, ну, и описывала правду вообще вот полностью, да, то она бы этот момент обязательно вспомнила и сказала бы, что там что-то стояло, еще раз бы подтвердила. А получается, так как она об этом во второй раз не вспомнила даже, а это существенный момент, это говорит о том, что, ну, вот где-то она запуталась. И либо отвлеклась, отвлеклось внимание на что-то другое, да, и вот, ну, то есть, получается, ложь, она очень энергозатратна. И очень много памяти сжирает. Это, знаете, вот мы как компьютеры, а ложь – это вирусная программа, которая просто вот включает все ресурсы памяти на то, чтобы поддерживать себя, да. И, соответственно, получается, что либо она вот где-то завралась, и вот там ее мысли, либо вот этот факт, который она описала, это неправда, а правда где-то скрыта, и неизвестно, что там правда. То есть вот в этих моментах, ну, то есть два момента, где она прям вот конкретно говорит противоречивые, ну, не то, что противоречивые, а просто не упоминает очень важных моментов, которые, ну, вот, запомнила бы, да. Ну, в первом случае противоречивые, во втором случае важные моменты, которые, ну, не запомнить невозможно, и не упомянуть, не учесть тоже как-то сомнительно. Поэтому вот здесь вот прям два таких… И если бы суд позволял, ну, вот, задавать несколько раз один и тот же вопрос с разных ракурсов, я думаю, что таких несоответствий было бы еще больше. Но имеем, что имеем, и в принципе, ну, вот, подводя итоги по поводу, я вам обещала, 10 выводов, да, почему ей не надо верить. Первое, если правда то, что он пригласил и говорил о турнире, рекламе, да, то какова его степень цинизма, вот состояние аффекта, который вот упоминает, это Грейс, да, ну, ну, какое состояние аффекта, вот, если верить, если все-таки поверить, это первый момент. Ну, это не совсем касается в данном случае этого свидетеля, да, а касается именно вот той версии с состоянием аффекта. Не позорьтесь, не надо вот этого, да, но в любом случае, даже если все было не так, как она описывает, все равно все было еще хуже, соответственно, ну, как бы цинизм там зашкаливает у нашего Бешимбаева. Дальше, они встречались и раньше, и они довольно близки, то есть в самой такой стрессовой ситуации он ее вызывает, да, он ее зовет. Но, правда, по ее версии он начал ее звать раньше, но опять-таки, ну, тут как бы, это ее версия сейчас, да, ну, получается, что в самой стрессовой ситуации он с ней встречается, представляете, степень близости, да, она его сохраняет по имени, то есть с ее стороны тоже степень близости, то есть между ними близость намного больше, чем они нам с вами показывают. Третий момент, запах алкоголя точно был. Следующее, похож ли он на убийцу, я думаю, что да, она, и вот эта заминка с ответом, но она, ну, по крайней мере, на сегодняшний день она прекрасно понимает, что да. Дальше, она максимально уничтожила улики, что косвенно говорит о том, что она в какой-то степени причастна, да, то есть вот эти исчезающие сообщения, радость по поводу этого, ну, вот много вот этих моментиков, которые говорят о том, что она старается, ну, как бы из этого дела как-то максимально выйти. Ей там некомфортно, а некомфортно, потому что есть что скрывать, и это, правда, если откроется, то, ну, будет очень болезненно для нее. Дальше, следующий момент, шестой, она реально умеет ставить капельницу, но не факт, что это делала. Ну, то есть по ее реакциям видно, что, ну, как бы вот с капельницей она знакома. Ну, и как бы не хочет упоминать, тут ее можно, в принципе, понять, если она этого не делала в этом случае, да, но она с медициной как-то знакома, поэтому здесь вот, ну, и капельницу или уколы делать умеет. Дальше, следующий момент, много противоречий, ну, вот только два мы с вами, это подруга и лифт, да, но еще этих противоречий можно было накопать еще в вагон и маленькую тележку, если ей заняться более конкретно, да. Дальше, подруга, у нее адвокат, явно научила, что и как говорить, и возможно, кстати, и в том случае ее подруга была приглашена для того, чтобы дать какую-то правовую оценку, может быть, я не знаю, ну, я не знаю, что она скрывает, может быть, она скрывает лишь факт их близости, да, он просто в панике ей позвонил, а потом также в панике ее выпроводил, я не знаю, но и она там в тот момент она ничего не узнала, а потом только узнала, но как бы здесь все покрыто мраком, и это все тщательно скрывается ей же, поэтому я не могу делать выводы, но что касается подруги, то подруга, ну, по крайней мере, для нее это сила, вот, для Гульнары, и, соответственно, ну, явно, ну, как бы вот это вот выступление ее очень хорошо спланировано именно с помощью подруги, и поэтому она так красиво все рассказала, поэтому к ней сложно придраться, поэтому так вот все не на поверхности, но, сами понимаете, для нас с вами этих преград не существует. Ну, девятый момент, это сообщение, вообще ни в какие ворота, это явно ему, а отговорка специально придумана, то есть, получается, вот, ну, кроме как ему, этой, вот, и эти слова никому, ну, подруге, они совершенно не подходят, понимаете, вот в той ситуации, которую она описала, эти слова совершенно не подходят, вот можете мне, кто угодно, ну, напишите в комментариях, если вы считаете, что такое сообщение можно было прислать, вот, когда ты купил подруге торт, да, и цветы, и вот написать, кстати, ты пахнешь розами, ну, откуда ты знаешь, как я пахну, да, если я там на какой-то встрече, да, и неизвестно, когда приеду, может, я как совраска беру, бегу по городу, и вся вспотела, и так далее, да, или у меня колесо прокололось, и я там где-то на трассе, ломаю, деваться некуда, меняю колесо, ну, ё-моё, откуда, откуда ты знаешь, что я пахну розами, может, я вообще в туалете сейчас, ну, то есть, вообще, ну, ни к чему, ни к чему это сообщение, ну, то есть, если только за уши притянуть к этой версии, да, то, может быть, как-то еще и сойдет, и то, что она избегает объяснения, почему именно такое сообщение, как раз вот и говорит о том, что, блин, не про это сообщение, ну, и последний момент, с переодеванием что-то было, как минимум, с его стороны была просьба, ну, вот, не знаю, что именно там было, конечно, с этим свидетелем еще работать и работать, и, ну, что поделать, и вот в рамках этого суда, вот такое мы получили, такие показания, ну, что есть, то есть, но уже из этого можно сделать вывод, и что врет, как дышит, да, дышит часто, и есть на это определенные основания, да, ну, в общем, на этом буду завершать этот разбор, следующим я, как я уже написала у себя в инстаграм, что посмотрела фильм Натальи Грейс, и меня просто бомбануло, потому что там вообще такие манипуляции, такие притягивания за уши, такие вообще передергивания фактов, что я не могу остаться безучастной, поэтому оставайтесь со мной, не забывайте поставить лайк этому видео, поделиться этим видео, подписаться на канал, если вы впервые ко мне сюда зашли, у нас тут бывает иногда жарко, особенно вот в таких случаях, конечно, выражаю свои глубочайшие соболезнования родственникам салтанат, это чудовищно, это просто страшная история, и я, как в прошлом, тоже жертва, ну, вот таких вещей, да, такого же абьюза, ну, может, не такого, но подобного, да, я прекрасно понимаю, как в этой ситуации тяжело было салтанатка, как её последнее время жизни было превращено в ад с помощью этого чудовища, поэтому я поддерживаю всех, кто желает ему максимального наказания, я тоже вкладываю свой лучик, или свою энергию в то, чтобы его наказали со всей строгостью, потому что это не должно происходить в цивилизованном обществе, нельзя так жить, нельзя так издеваться над человеком, ну, и я надеюсь, что общественное движение не затихнет, а будет дальше продолжаться, и по всем странам постсоветского пространства вот эти законы ужесточатся в плане домашнего насилия, потому что и в России это, и, ну, я не знаю, конечно, в других странах, как это происходит, но я знаю, что на всем постсоветском пространстве есть вот эта беда, проблема, которая вообще, это страшно, и когда ты оказываешься вот в этой ситуации, эта жизнь вообще приобретает такие краски, что это просто всё в чёрном цвете, ты не можешь вообще никак адекватно реагировать на то, что происходит с тобой в этой жизни, поэтому я желаю всем, кто сталкивается с этим, не молчите, обращайтесь куда только возможно, если есть родные, к родным бегите, ну, не надо продолжать вот таких отношений, потому что, ну, вот видите, к чему это приводит, поэтому желаю вам всем мира, добра, процветания, любви, благополучия, то есть всего самого хорошего, до новых встреч, пока-пока.